Увидеться с прекрасным, насладиться природой средней полосы России, восхититься красотами любимого Ленинского района. Именно такую гамму чувств можно испытать, побывав на открывшейся в историко-культурном центре выставке члена Союза художников России Нелли Крапивенцевой. Поздравить художницу с этим знаменательным событием пришли друзья, коллеги, почитатели ее творчества. Простите меня за это время, я напросилась в гости на Алексеевне и увидела такой момент, что на шкармах, на полу вот такие стовки картин. Я говорю, да Алексеевна, покажите мне это срочно, она мне кажется, что картину показывала, вот мне довелось такое удовольствие получить. Красоты родной Брянщины и ставшего родным Подмосковье стали неиссякаемым источником творческого вдохновения для художницы. Лесное Бериндеево царство, волжские просторы, чистейшие озера, луговое разнотравье, деревенские избы с покосившимися крышами, великолепные храмы, все такое родное, до боли знакомое и близкое сердце русского человека на полотнах мастера. Рядом картины путешествия от многочисленных поездок художницы. Это вот Крым, Балаклава, это Корея Южная, где-то очень далеко остров Джуджудон. Вот есть фотографии с ней, это тоже Корея, Корея, а это вот из последних поездок Черноборская. На выставке представлены полотна разных периодов творчества Нелли Крапивинцевой. По словам художницы, все они любимые, как дети, но есть среди них особенно знаменательные, те, которые сыграли переломную роль в трудный период жизни. Как, к примеру, картина «Вяз», которую Нелли Алексеевна написала после 20-летнего перерыва. Именно с нее начался новый виток в творчестве художницы. Не думала, что вернусь когда-нибудь к живописи, но оставался стоять холст пустой. Вот он-то как раз мне не давал покоя, когда казалось, что и жизнь как бы вот она уже закончилась. Холст говорил, что вот тебя не будет, а я-то останусь пустой. Мне это было обидно. Нет, думаю, вначале я пойду запишу холст, а потом будь что будет. Нелли Крапивинцева вкладывает в свои работы всю душу, и это, конечно, никого не оставляет равнодушным. Посетители экспозиции словно побывали в местах, изображенных на полотнах. Все картины живые. Вот, знаете, такая легкость. Не видно труда художника. Видно прозрачное небо, прозрачный туман, вечно видна трава. Но каждая картина, которая вот существует, она вот просто живая. Очень вдохновляет, и хочется быть и не уходить отсюда. Хочется передать это своим детям, показать это. Большие слова благодарности этому человеку, который так видит и так отдает нам это все. На выставке представлены и картины дочери Нелли Крапивинцевой. Ольга Тренина пошла по стопам матери, так что можно смело говорить о династии художников. Я выбрала картины, которые наиболее передают впечатление мои от красоты природы, от впечатления передают. Кроме того, на экспозиции можно увидеть работы скульпторов Вячеслава и Ильи Малышкиных. Выставка продолжит свою работу до 21 января 2018 года. Екатерина Коваленко, Алексей Руднев и Ольга Садовская. Видное ТВ.